Всем добрый вечер. Начинаем после матча пресс-конференцию. Валерий Георгиевич Карпин, вашему вниманию, главный тренер Ростова и ваши вопросы о матче Ростов-Сочи. Пожалуйста, задавайте. Валерий Георгиевич, все ли команда выполнилась сегодня из того, что вы хотели от нее видеть? И учитывая то, что отыгрываться пришлось, можно не считать удовлетворительным результатом? Можно ли что? Можно ли ничьё считать удовлетворительным результатом? Внимание на результат, я думаю, что я лично только на результат внимания не обращаю, поэтому ребята выполнили практически все, что должны были сделать. Игра сама смотрела игру, они не только на счет смотрят. По игре, я думаю, что ни одной претензии, во-первых, нет. Там такие игры. Первый тайм уходить 2-2 при такой игре, ну что-то неправильно, нереально вообще, в принципе. Два гола пропустили, два удара в створ ворот, вообще было, в принципе, по-моему, за всю игру. И два угола, ну как, я даже не знаю, слово какое найти помягче, дурацкие, нереальные, я не знаю, как угодно называйте. Поэтому к ребятам вообще ни одной претензии, мне всё, многое, не всё, ну всё, никогда мне не нравится, понятно, но очень многое понравилось. Вы уже сказали, что голы получились некоторым образом такие шальные, да? Обиднее ли от того, вот то, что вообще они были пропущены? И нет, не сложилось ли у вас впечатление, что при втором голе был фол на соку? Ну, мне показалось, что да, что фол на соку. Ну, толку-то от того, что мне кажется, вы же сами всё знаете, что толку говорит им что-то. У них в одном моменте точно такой же момент потом был, только на бровке соку, когда упал. Когда он не упал, видимо, надо падать, тогда будет свистеть. Следующий там, в голе он не упал, хотя его подтолкнули, понятно, поэтому мяч в колено попал. Ну, нормально всё. Следующий момент, ну, не следующий момент, там был через какое-то время точно такой же момент, когда он упал, когда спину его так же толкали, там свистит. Ну, вот как, что об этом говорить, толку-то? Можете спросить. Хотелось бы узнать, соблюдать ли Махиби пост в Рамадан, и если да, то насколько сложно ему функционально? Ну, у него спросите по поводу, насколько сложно. Наверное, непросто, да. Насколько, так как я не соблюдаю. Мне сложно судить. Ну, он выдерживает все нагрузки, то есть никаких послаблений? Не видите. Ну, я же на тренировке не вижу, что происходит. Ну, если бы он в тренировках не выдержал, он бы в игре не играл. То есть всё хорошо? Ну, вы как оцениваете? Четыре игры Махиби. В любой игре великолепен. Ну, всё. Пускай, если даже он будет так играть и вообще тренироваться не его ни одного дня, ну, ради Бога, пускай только играет, если так будет играть. Спасибо. Ещё один вопрос. У меня на днях прошла жеребьёвка в следующей стадии Кубка. Можно ли узнать Ваше впечатление от того, что сопернике достался Вам Урал, и были ли у Вас предпочтения, может быть, какого-то другого соперника хотелось? Ну, честно говоря, там предпочтений каких-то не было с точки зрения команды. Предпочтений, понятно, хотелось бы, естественно, нам с нашей логистикой. Ещё один выезд, ещё и в Екатеринбург, ну, мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться после Екатеринбурга, возвращаться в Ростов, игра в чемпионате и опять лететь в Екатеринбург, ну, с этой точки зрения, понятно, что не очень приятная жеребьёвка для нас. Спасибо. Спасибо. Вам. Есть ещё вопросы у кого-то? Да, пожалуйста. А если вернуться к эпизоду со вторым пропущенным мячом, там уже есть дискуссия в интернете, в частности, была ли ошибка у Сако или была ли ошибка у Писякова, как Вы считаете? Ну, если предположить, что там не было нарушения. Ну, или до нарушения, может быть, кто-то действовал неправильно. Я не знаю, что. Ошибка в чём была? Он был первым на мяче, с мячом, подтолкнули, попал мяч в колено. В смысле, как ещё здесь? Ни у кого ошибки не было. Так бывает. То же самое, как первый гол. Писяков ошибся, потому что от земли непонятно, ну, ещё там 500 миллионов раз ударишь, и никогда в жизни не попадёшь так. Ошибка у Писякова нет. Бывает так. Это футбол, в том числе дело. Поэтому он всем нравится. Ну, или многим. Это всё. Всё? Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.